Весна Беларусь Почти на законодавчем взрыве Другая, что политическая ситуация в Украине не смотря на то, что не случилось значительных политических портусловно приводит к переследователю криминально-политического оборудования в Украине Таких выпадков мы означаем 18. Большая из них это фигуранты так званой справа Белта, которая была возбуждена в отношении журналистов, редакторов, широков ведущих независимых сродков массы информации, а также криминальная справа в отношении активистов независимого профсоюза РЭП, господина Геннадия Федынича и Игоря Кумлика. Ну а так само справа в отчинении до померлого господара Олеси Липа и директора информационного агентства Белопан. А какие ДРМ? Можно отзначить остановочий факт, что Беларусь скровозначивалась в комитете по правам человека АН на решете, в первую очередь 20 лет, и то, что зликвидовала в принципе запозиченности скровозначности перед международными договорными органами АН. Тем не менее факт того, что Беларусь отмывается выполнять расширение комитета по правам человека АН по индивидуальным своротам гражданам Беларуси в комитет, а так само иншая процедура комитета свечит про такие селективные выборные подходы Беларуси до супрационерства с этой международной организацией. И невыконание в полном объеме этих международных обязательств, которые взяла на себе Беларусь. В зягу 2018 года в Турмах заставалися политические изнаволенные. На при конце года сподар Полиенко, который был признан Эмнистей Интернешнл вязнем сумлении, вышел на волю. Вышел на волю, на жаль, в связи с закончением термина «отбиться покарание», а не тому, что его вызвалили до терминового. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А с подожжем чужиной застався отбывать покарание в Турмах. И на протягу года он сутыкаался с шмат ликими, с фактами циску на его, с мугу администрации поправочих колоний. Не отбылось и серьезных изменов в ситуации за свободой и с особистой недотекальностью граждан, за свободой откатывания. Проборочный центр «Весна» сутыкаался с такими проявами, фиксовал их и намагался возбудить ответные справы в дочинении для тех службовых особей, которые были дотичны для этих выпадков. На протягу года было зафиксовано проворочным центром «Весна» 184 выпадки притягнения до административной отказности за удел в несанкционированных сходах, дочинение до 144 человек. Из их арешты призначались 21 раз, штрафы были вынесены в 163 выпадках на огульную сумму 4363 базовых величин. Ситуация со СМИ, она как раз таки по романе с иншими периодами поборшилась. 132 выпадки притягнения 36 журналистов для административной отказности в выходе штрафов за супрационерство с замерзанными СМИ на огульную сумму 113 092 рублей. Но и тут требует додать, что сами измены в закон об сроках массовой информации, которые выступили законную силу в 2018 году, и они изначально, на нашу думку, обмежевывают свободу слова и вводят новые обмежевания для сроков массовой информации на первую интернет-сферу. Сам факт таких репрессий свечит с тем, что ул. не отмывались от такой практики и протягивали жертвовать довольно жесткий контроль над громадством. Так само називалась крайне суперечливая ситуация, дотичная проблемы смиротного покарания. С одного боку, на противогода Беларусь протягивала активный диалог по проблематике смиротного покарания с ЕС, с парламентской ассамблеей Ради Европы. Для зыншого боку, працягивала применяется на практике это вид покарания. В 2018 году было вынесено два новых смиротных присуды, а четыре смиротных присуды, ранее вынесенных, и они были привезены в выполнение. 18-й год означался тем, что началось применение на практике новой версии декрета номер 3, с унесенными в его изменениями и дополнениями на практике. Тут нужно сказать, что не смотря на то, что влады значительно переглядили концепцию этого декрета, существовательная идея, главная декрета, она осталась. Заставить работать тех, кто должен и кто может. То есть людей стимулируют, так скажем, для занятости не про повышение заработков, ценных социальных и льготов, социальных ладов, полепшение социальных гарантий, а про некое негативное наступство для таких людей. Ну и на протяжении года мы были свидетелями шматликих випадков притягнения практики промысловой працы в Украине, которая уже стала для нас просто звуклой зьявой. Шматлики, субботники, на которые выгоняли людей фактически летние, не каких выходных в запор, то республиканские, то мясцовые, то еще какие. Випадки, на которые уже неодноразово звертало увагу международные организации, и МОД, и Комитет ОАН по социально-экономичных и культурных правах, и Комитет ОАН по правах человека, при этом не менее, что эта практика протягивается из года в год, и не стала на выключение и в 2018 годе. Фиксовались випадки оказания тиску на правооборонцев, в связи с ожитивлением имени правооборончей деятельностью, а также на блогеров, которые ожитивляли свое право на расповсюд информации и ЕСБОР. Ну а вот с таким чином мы подвели выники минулого года, что принесли нам год 19-й, по-кушному сказать, конечно, не можем. Будем назирать, информовать вас надалее. До побочения, с вами был Валентин Стефанович.